Восхищаясь женской красотой, я могу не замечать мелкие нюансы и стараюсь обыграть их таким образом, чтобы они придали лицу индивидуальность, создавая тот неповторимый стиль манкого женского взгляда. И праймер от Лаура Мерсье будет идеален в этой метаморфозе. Кожа в идеальном состоянии по этому тону, до свидания. У меня есть почти тайное желание немного пошутить. Ну как пошутить, создать иллюзию тропического загара на берегах Белой реки. И для этой, можно сказать, в замысловатой многоходовке я использовал жидкий хайлайтер от Романова Мейкап и гель для загара, он же бронзер от Armani. Пропорции на усмотрение автора, но я хочу нарисовать утомленную солнцем красоту. И поэтому специально затянуло лицо, чтобы показать, как можно вырулить, если что-то пошло не так, то есть переборщили с загаром. После нанесения тона губкой выравниваю поверхность и обязательно прорабатываю открытые участки кожи, шею, декольте и плечи. Несмотря на загар, румяна, во всяком случае, в моем мире обязательны. И я использую бронз стик от Charlotte Tilbury в качестве, скажем, скульптирующих румян. Текстура кремовая и легко поддается растушевке подушечкой пальца. И чтобы на этом английском лике появились признаки игристого, я смешиваю карандаши белый от Armani и любимую фуксию от Evroche. Идея создать иллюзию безоблачной жизни где-нибудь на золотых песках. И поэтому второй оттенок более яркий. Но нанес его очень легко. Теперь начинаю вторую часть моей многоходовки. Вы же понимаете, я специально усилил загар, чтобы потом обыграть это солнечное утомление. Представьте, что темный оттенок это уже скульптор. И мне надо высветлить центр лица для создания объема. То есть я смешал хайлайтер и светлый корректор из палетки Mac Pro. Весь этот маневр должен сгладить интенсивность загара и привести кожу хотя бы визуально к нормальному состоянию солнечного счастья, постоянно адаптируя плотность корректора с легким сиянием кожи. Вы же понимаете, просто использовать пудру не совсем интересно. Матовая кожа и солнце как-то не вписываются в мою концепцию. Поэтому я добавил блестящие тени из палетки Katkin в матирующую HD пудру от Makeup Forever и получил что-то похожее на полупрозрачную мерцающую пудру с фиксирующим эффектом. Ну а далее классический вальс пудроведа. Теперь пора и заняться глазками. Если я не ошибаюсь, стойкость макияжа в летние дни очень актуальна. И я смешал долгоиграющую жидкую помаду от Nars с уже знакомый вам bronzer stick от Tilbury. Получилась такая довольно густая, но быстро высыхающая консистенция. Я наношу сначала по линии ресниц, имитирую межресничку и уже потом рисую что-то похожее на летние смокушки. Я всегда любил этот стиль макияжа и, похоже, выполняю его довольно-таки часто, что вы наверняка заметили в моей ленте. Разница в технических приемах и возрасте моделей. Можно сказать, смоки рулят, во всяком случае, в моей сочинской деревне. Каял? А что каял? Он, как у себя дома, тем более, что черный карандаш всегда под рукой. Так же, как и скульптирующая пудра от Romanova Makeup. Слегка увожу в тень внешнюю растушевку макияжа глаз и очень деликатно затемняю контур. Затем, сменив кисть, усиливаю глубину, выполняя классическую дымку. Что позволяет смягчить интенсивность макияжа глаз и создает манкость ангельского взгляда. И легкий акцент в этом случае вполне уместен. Тем более, что в палетке есть выбор и я использую блестяшку с выразительным эффектом сияния. Брови в свободном полете и, честно говоря, мне это нравится. Как-то я подустал от выхолощенных бровушек богемных нимфеток. Так что слегка корректирую форму карандашом от Max Factor и фиксирую гелем от Luxe Visage. Бигудилка, похоже, не вариант. С таким-то сексапилом в глазах я забываю обо всем. И густо прокрашиваю верхние и нижние ресницы тушью от Evagarden. Думаю, вы согласитесь, что при таком солнцестоянии губы акцента не требуют. И нейтральный блеск от Max Factor будет вполне оправдан в моей концепции летнего променада. Не бойтесь экспериментов. Главное, оставайтесь собой. Наслаждайтесь солнечным моментом и красивых вам макияжей.